Друзья, всем привет! Вы на Ивлев Шеф Ченнел, а значит пришло время вкусных интересных рецептов. Я хочу обратить внимание на своих коллег, шеф-поваров, су-шеф, рестораторов, всех тех из нашего большого гостинично-ресторанного бизнеса, кто занимается кулинарией. Потому что сегодня мы будем готовить с использованием не простого соевого соуса, а натурального, настоящего, без глютена. Сегодня я буду готовить для вас тигровые креветки, томленные с сливочным соевым соусом с хрустящим чесночным хлебом. Но пока у меня для вас есть очень забавная и интересная информация. PRB – это аутентичный китайский бренд, который изготавливает настоящие китайские соевые соусы с середины прошлого века. Есть такой соевый соус Кикаман, вы все про него слышали. И вот он производится в Нидерландах, но на территории самих Нидерландов самое большое потребление именно соевого соуса PRB. То есть соевый соус PRB уделал Кикаман даже там, где он производится, вы представляете? А это говорит о многом. И самое главное, это говорит о том, что на Ивлев Шеф Ченнел, конечно же, я буду готовить вместе с этим соусом. Итак, погнали. Что нам для сегодняшнего блюда нужно? Конечно же, тигровые креветки. Лучше всего тигровые креветки очистить полностью, без хвостов. И теперь важный момент, чтобы объем креветок казался больше, возьмите наполовину и вот так вот в стиле бутерфляя нарежьте креветки. Помимо всего прочего, я буду готовить зеленое чесночное травянистое масло. Вы могли его заметить в большом количестве блюд у моих коллег в ресторанах. Для этого нужно поставить сотейник, там должна вода закипеть. Масло я буду делать с использованием чеснока, оливкового масла и зелени двух видов. Петрушки и базилика. Но здесь есть одно маленькое но. Это холодная вода, которая льется ручьем сзади меня. Ну и, конечно, это то, что петрушку я буду обдавать кипятком. А вот зеленый базилик для этого масла не буду. Вода у меня закипает, я в нее опускаю петрушку и холодная вода, она у меня существует для того, чтобы я сразу же буквально через полминуты сейчас эту петрушку забросил в холодную воду, дабы не поменялся цвет. Тем временем, пока эта вся история происходит, я беру зеленый базилик, вот так вот, укладываю его сюда. Беру чеснок, укладываю его вот сюда. Беру соль. Оливковое масло. Это масло очень хорошо хранится. Вы его можете раз сделать и потом перелить в какой-нибудь стеклянный либо керамический сосуд и держать его столько, сколько вам удобно будет. Вы можете на нем жарить, вы можете его добавлять в блюдо, вы можете прижаривать на нем хлеб, чтобы он был вкусный. Но все-таки этому блюду шарм, конечно, придает не зеленое масло, а соевый соус. Истинный настоящий вкус соевых бобов без глютена. Ведь каждый десятый житель мегаполиса имеет на него аллергию. Зелень буланшировалась, сразу же обдаю холодной водой. А теперь все очень просто. Вы посмотрите, какая красота теперь получилась. Цвет не изменился. Зеленое масло, чеснок, базилик, петрушка, оливковое масло, соль. Все, это может теперь храниться долго и успешно. Теперь нам нужны тигровые креветки, небольшое количество кетчупа, сливки 22-33%. Ну и, конечно же, соевый соус PRB. Айда к плите. Сейчас начнется самое главное. Добавляем небольшое количество оливкового масла. Надо подождать, чтобы сковородка очень хорошо накалилась. Весь соус, еще раз повторяю, будет стоять из соевого соуса, кетчупа, сливок. Ну и, конечно же, чесночный багет. Куда без него в этом соусе, чтобы макать, макать, макать. Итак, масло сильно накалилось. И теперь мы начинаем закладывать сюда креветки. Обжариваю на оливковом масле в раскаленной сковородке. Видите, что происходит, уважаемые друзья? Я их поджарил, съели бутерфляй. Так у нас называется бутерфляй. Вот я бывший пловец, это когда вот так вот человек плавает. Раз, двумя загребущими руками. И вот здесь вот бутерфляй прям заметен. Значит, самое важное. Мы не должны с вами пережаривать очень сильно креветки. Креветки это белок. И чем белок дольше жарится или варится, тем он просто становится дубее и суше. Поэтому все должно быть прям чики-чики. Вот когда мы прижарили креветки, видите, как они красиво раскрылись. Ой, красота-то какая. Добавляю сюда сразу же сливки, кетчуп. И теперь, конечно, главный ингредиент. Это соевый соус. PRB стабильно высокого качества. В составе содержится 32% соевых бобов, что очень хорошо. А соли гораздо меньше, чем в обычных соевых соусах. Теперь аккуратненько, не спеша, все это перемешиваем. Конечно, надо попробовать. Вообще, 2 минуты томим. И все. Пока томятся креветки, переходим к хлебу. Я говорил, что будет чесночный багет. Просто-напросто нарезаем. Не надо багет нарезать слишком толстым. Мы нарезаем его умеренно, толщиной 1 сантиметр. Выкладываю вот так вот. Его сначала подсушить. Ставлю в духовку буквально на 3 минуты с одной стороны. Подсушим, перевернем на другую сторону. И там увидите, что будет. Советую обязательно до конца досмотреть рецепт. Тем временем я проверяю на вкус томленые креветки. А только я. Это пока только делает шеф. Больше никто. Если хотите самые первые пробовать, учитесь на шефа. Соединение вкуса креветки, сливок, кетчупа. Ну и, конечно, шарм от соевого соуса. С той стороны, с первой мы поджарили. И вот теперь на той стороне, где мы еще с вами не подпекали, добавляем вот это наше чесночно-зеленое травяное масло. Аромат стоит. Вах, вообще. Вах, вах, вах. Ставлю гренки дальше на, заметьте, достаточно большой огонь, чтобы они очень хорошо схватились. Я беру посуду. И креветки у меня уже готовые. Лучше всего, конечно же, взять такую тарелку, чтобы она была глубокой. Ну и, конечно же, старайтесь, чтобы тарелки у вас были красивые. Видите, как сразу же объем креветок нарезанных в стиле бутерфляй увеличивает. Хотя здесь-то всего лишь там 12 креветок. Сливочно-соевый соус. Как я уже говорил, это основа для этого блюда. Учитывая такое количество гренок, конечно же, сливочного соуса должно быть много. Ну и это еще не все. У нас с вами лето. Прекрасная пора, чьи очарования, красоты, красоты природы, красоты людской. Все красиво, и соус красивый, и тарелка хорошая. Ну, что-то не хватает, согласны? А не хватает как раз. Смотрите, что. И посмотрите, как креветки уже заиграли. Как вот этот соус заиграл на нашей тарелке. Но это еще не все. Берем еще одну посуду. Вот этот атрибут я считаю обязателен. Друзья мои, для вас супер простой рецепт, но безумно вкусный. Из тигровых креветок, которые томились в сливочно-соевом соусе. Без, прошу заметить, глютена. Коллеги, рестораторы, шефы, пробуйте натуральный соевый соус PRB. Сравнивайте, пишите эксклюзивному импортеру в компанию Exim Pacific. И выбирайте только лучше для вашего ресторана. А все ценные ссылки, как всегда, в описании к видео. Друзья мои, вы спросите, как же такую красоту есть? Да очень просто. Во-первых, все-таки хочется всегда начать с греночки. Бутерфляй. Вон ее голубушку. Шмяк, 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 шмяк. Ребят, я тут ни при чем. Это мой директор Мария. Каждый раз просит, чтобы я ел. И вы это видели. Она говорит, что это у меня очень сексуально. Получается. Просто я из того поколения, кто помнит фильм с Микки Рурком 8 с половиной недель. Понимаешь? Так что, друзья мои, это нереально вкусно. Фильм сумасшедший. Приготовьте эти креветки, пригласите свою подружку, поставьте 8 с половиной недель, а потом напишите мне. Можно просто. Спасибо. Как всегда, прошу, чтобы вы не забывали то, о чем мы с вами всегда говорим. Не забывайте ставить лайк, делать подписку, ну и, конечно же, рекомендовать друзьям. А, кстати, еще колокольчик. Бим-бим, бим-бим. Пока. Увидимся очень скоро на Ивлев Шеф Ченнел. Ивлев Шеф Ченнел